приветствую вас на канале вау nails design и сегодня в этом видео я решила поделиться с вами вот такими яркими сочными арбузиками это самые удачные дизайны варианты этих арбузиков и достаточно востребованный дизайн рисовать буду гель-лаками понадобится темно-зеленый черный тут также черный и классический красный салат неоновый желтый неоновый ярко-желтый оранжевый не он розовый не он классический красный ярко-синий или неоновый синий белый и капля топа чтобы разбавлять размешивать цвет растушевывать и также капельку поставила рядом с красным так будет наиболее удобно чтобы нам было поближе и так вот такие цвета гель-лаков нам будут необходимы на лимонном фоне прорисовываю подложечку белым гель-лаком кисти двоечка синтетика обычная художественная достаточно тоненько чтобы не толстый слой был но плотно закрашиваем насколько это возможно сушу 7-10 секунд и об обычную салфеточку влажную обтираю кисть на эту белую подложку наношу розовый неон гель-лак закрашиваю хорошенько чтобы было достаточно плотно но не было подтеков не был сильно толстый слой закрашиваю главное чтобы кисть была мягенькая прорисовываем такой вот немножечко неровный кончик краешек арбузика подсушиваю 7-10 секунд мне немножко не хватает плотности поэтому я дублирую таким легким слоем розовым еще и тут же рисую не просушиваю рисую смешиваю салатные темно-зеленый закрашиваю это будет наш фон арбузика на котором дальше будем рисовать полосочки вот такой вот зелененький яркий неончик с темно-зеленым смешанный подсушиваю несколько секунд домешиваю где мне нужно добавляю немножечко желтого где-то не очень четко прокрасился и прям по мокрому тому гель-лаку зеленым беру темный гель-лак смешиваю даже немножечко с черным и прорисовываю такими волнистыми линиями немножечко растушевываю смачиваю кисть в топе и растушевываю эти полосочки чтобы они были такие не четкие размытенькие как вот на самом арбузике прорисовываю так несколько тут где-то парочку таких полосочек 2-3 полосочки на ноготке как правило их много не получается растушевываю если нужно подсушиваю несколько секунд набирая немножечко черного уже гель-лака и вот по центру прямо вот только по центру слегка слегка как бы придать чуть более объемность этим полосочкам и вообще арбузику просушиваю промежуточная просушка чтобы краски не плыли немножечко добавляю вот в нижней части оранжевого нелона смешиваю классический красный и розовый не он и обрисовываю кромочку арбузика кромочек этой сердцевинки обрисовываю красным и растушевываю с помощью топа делаю растушевку провожу и начинает расплываться гель-лак тем самым получается такой ровный ровный переход от темного цвета к светлому промежуточно просушиваю чтобы гель-лак не плыл смешиваю оранжевый красный добавляю немножечко черного обрисовываю опять кромку мякоти арбуза кисть постоянно обтираю если меняют цвета или мне много гель-лака на кисти обтираю об салфеточку обрисовываю эту кромку немного растушевывает темный цвет вытерла кисти набираем белый смешиваю с салатным и прорисовывать таким белосалатным вот эту вот корочку арбузика и подсушивая несколько секунд теперь черный гель-краской для стемпинга рисую семечки нашего арбуза такие вытянутые оваленькие не разного размера немножечко чтобы они не были сильно одинаковыми поменьше побольше такой рядочек и коммунит 3 как будто выскакивает просушиваю 10 секунд беру тонкую линеарную кисть для тонких линий обрисовываю по кругу полкруг растушевываю смачиваю в топе кисть которая двоечка немножечко растушевываю получается тонкая бодочка и такая растушевочка как бы тень немножко теперь белой краской для стемпинга и линеарной кистью ставлю вот такие точечки сначала как бы блики на семечках совсем малюсенькие главное чтобы не были жирными иначе закроют сами семечки обвожу вот это вот кромку мякоти арбузика достаточно тоненькой такой рваненькой линии неровной стараюсь повторить вот этот рельефчик довожу и также обведу внизу чтобы отделить эту мякоть от этой светлой корочки чтобы было более контрастно и просушиваю здесь уже буду перекрывать топом поэтому хорошо просушиваю дизайн секунд 30 перекрываю топом выравнивающим таким слоем сушил 30 секунд и беру густой топ без липкого слоя прозрачные и наставляю вот такие вот капельки тонкой кисточкой линеарный волосок наставляю вот эти вот капельки для того чтобы капли не успевали растекаться я советую прорисовывать наставлять этих капелек по несколько штук по 57 и сушить по 5 секунд по 10 хотя бы чтобы зафиксировать их и дальше наставлять следующие хорошенько просушиваю 30 секунд этого будет достаточно и следующий дизайн на белом фоне в принципе все остальные будут на белом фоне прям из гель-лака кистью от гель-лака прорисовываем розовым неоном и тонкой кисточкой дорабатываю бачка подсушиваю несколько секунд беру лимонный неон прорисовываю кистью двоечкой сушу несколько секунд только лишь чтобы схватился гель-лак никуда больше не полз темно-зеленым прорисовываю корочку также фиксирую добавляю темность и как бы немножечко растушевываю перемешиваю с предыдущим слоем получается такой нежно зелененький салатные черный гель-краска для стемпинга наставляю семечки арбузика совсем несколько штук 7 10 подсушиваю 10 секунд белой гель-краской линеарной кистью ставлю вот эти вот блики на семечках так более объемно более живенько получается и красным гель-лаком неровненько так обвожу и растушевываю кромку арбузика промежуточно подсушиваем чтобы гель-лаки не плыли беру старую кисть для гелия на меня уже испачканная вот так ее прям топорщу муну окунаю и набираю краску для стемпинга черную пробу сначала у себя на перчаточки и а затем ставлю на ноготки совсем вот немножечко пятнышек лучше всего когда например хорошо растопырен очень красивые вот эти вот крапинки получаются но я тонкой кисточкой дорабатываю где-то мне не устроило мне не хватает я добавлю немножечко и просушиваю 10 секунд затем наматываю гель-краску паутинка черную чтобы тоненько несколько ниточек 5-7 ниточек чтобы главное не очень тоненько были и досушивают 30 секунд весь дизайн перекрываем матовым топом под матовым топом не вообще очень понравилось и сушу одну минуту под матовым топом вообще очень красиво сам ноготок получается такой бархатный замшевый как резиночка стиральной на ощупь очень приятный и на нем вот эти вот блестящие прозрачные кристальные капли получается очень красивый эффект сочетания наставляю по несколько элементов просушиваю наставляем густым гелем без липкого слоя и досушивая 30 секунд следующий дизайн также на белом фоне я лимонным неоновым салатным неоновым тонкой кистью делаю намёточки арбузика прорисовываю чтобы мне было видно где рисовать не карандашом а так вот для себя делаю такие намёточки и кистью двоечкой уже закрашиваю сегменты которые будут зелененькие их сразу закрашиваю делаю такие подмалевочки просушиваю промежуточную 5-10 секунд смешиваю салатный неон и темно-зеленый получается такой зелененький яркий нежно зелененький но он светится так как добавлен неоновые гель-лаки закрашивают подмалевочек подсушиваю несколько секунд смешиваю темно-зеленый черный и добавляю даже немножечко неончика и буду рисовать окантовочку делаю оболочкой буду рисовать сами полосочки сначала обвожу эти сегменты затем делаю как бы наметки полос намечаю где будут полосы нашего арбузика прорисовав полосы темно-зеленым набираю немножечко топа на кисть и размываю вот эти вот полосы немножечко размывая чтобы они не были такими ровненькими подсушиваю промежуточно набираю черный гель-лак и по центру этих полос с одной стороны с другой такой чуточкой в уголочке можно добавить черным провожу чтобы больше такую объемность придать кисть обтираю влажную салфетку набираю оранжевый неон и закрашиваю центр арбузика мягкий арбузик подсушиваю несколько секунд набираю красный гель-лак красным гель-лаком обвожу по периметру и с помощью топа растушевываю как бы размываю по ноготку вот так вот немножечко промежуточно просушиваю красным гель-лаком теперь смешанным с черными даже немножечко розовым обрисовываю опять этот краешек делаю вот эти вот уголочки потемнее и краешек этой мякоти также с помощью топа растушевываю разбавляю растираю как растягиваю этот темный цвет подсушиваю несколько секунд далее топом смешанным с оранжевым неончиком немножечко красным такие полупрозрачные капельки получается прорисовываю брызги арбузика арбузного сока подсушиваю несколько секунд кисть обтираю влажную салфетку естественно промежуточная и таким белосалатным обрисовываю рисую вот эту вот корочку прорисовываю корочку если нужно убираю апельсиновой палочкой где-то зашла белым белосалатным вот так вот по центру немножечко прохожусь делаю как бы придаю объемность таким образом промежуточная сушим дальше смешиваю желтый немножечко с оранжевым таким вот желто-оранжевым у нас должно быть пузико нашей пчелки если нужно я прям могу на ней на ее пузике растушевать растереть этот цвет промежуточным просушила черной гель-краской для стемпинга и дотсом рисую глазки и линеарной кистью уже тоненько обвожу туловище пузико нашей пчелки также черная гель-краска рисую такой хоботочек лапки такие вот тонюсенькие ножички принципе не страшно если не получается можно потереть либо кистью пошире смоченные в клинтере в обезжиривателе если не получается рисовать тонкой и придать тонкость линии какую нужно прорисовываем такие ворсиночки глаза я решил все-таки увеличить маловато они были подсушила 10 секунд и кистью двоечкой и гель-краска для стемпинга черный прорисовываю полосочки промежуточно просушила смешиваю черный с желто-оранжевым и обвожу так по бочкам чтобы придать объемность нашей пчелки топом размываю промежуточным просушиваю и буду рисовать крылышки смешивая топ с синим и белым гель-лаками таким прозрачно-голубым прорисовываю крылышки подсушиваю несколько секунд черным делаю такую окантовочку растушевывая как бы вот такая окантовочка серый получается крылышек подсушила несколько секунд и теперь черный гель-краска я извиняюсь как-то выпало мне из кадра прорисовываю семена нашего арбузика фиксирую лампе наставляю вот этот белые точечки по глазкам наши пчелки белый гель-краской обвожу также крылышки немножечко на них полосочки такие крест-накрест прожилки крышку прорисовал и обвожу мякоти наш арбузику такие тонкие линии белый гель-краской подсушиваю несколько секунд и кистью двоечкой и черный гель-краской делаю такую обводку с одного бочка арбузика с другого и топом кисть смоченную в топом уже растушевываю как бы обтираю лишнюю красочку получается и обводка и тень что придает такой больший объем арбузику просушиваю несколько секунд тонкой кистью белый гель-краской наставляю точечки и засушиваю хорошо дизайн 30 секунд перекрываю топом глянцем без липкого слоя просушиваю 30 секунд наставляю густым топом капли по несколько элементов периодически промежуточно просушиваю что капли не расплывались также придать вот этой хрустальности я хочу пчелки поэтому прорисовываю и крылышки промежуточным просушиваю глазки туловище наставляю этих капель на семечки арбузика сушу 30 секунд ставлю каплю под стразик креплю желтый стразик и одну бульоночку он золотистую чуточку фиксирую в лампе чтобы страз не у полз для того чтобы мне по периметру его обвести гелем закрепить такой бортик создать чтобы он хорошо носился и досушиваю дизайн 30 секунд следующий дизайн следующий ноготок у нас на белом фоне это будут кусочки арбузика также оранжевым неоном прорисовываю такие треугольнички фиксирую в лампе несколько секунд это у нас будет подмалевочек оранжевый рисую дальше уже корочку салатным неончиком фиксирую темно-зеленым обрисовываю корочку добавлю немножечко темно-зеленого и черного чтобы было по контрастнее также прорисовываю кутикулы такой треугольничек это будет второй кусочек фиксирую в лампе промежуточно салатным провожу корочку темно-зеленым я даже здесь сразу без промежуточной просушки но периодически все равно сушу добавляю немножечко черного на корочку тут же обрисовываю смешиваю черный с красным и обрисовываю уголочек чтобы была объемностью этого кусочка и растушевываю с помощью топа на кисти растушевываю этот цвет для плавного перехода цвет как бы стягивается топом растягиваться по ноготку несколько секунд фиксирую и также красным гель-лаком обрисовываю вот этот уголочек придавая тем самым этому кусочку уже такой объемный вид что у него есть толщина и немножечко растушевываю этот красный получается уже такой видимый объем кусочка что у нас не плоский растушевываю если нужно можно добавить немножечко еще гель-лака фиксирую несколько секунд и уже красный подмешанный с черным такой красный черный дублирую но ему же обрисовываю по самим ребрышкам вот только уголочек и вот это ребро обводочку вот этого края растушевываю также смачиваю кисть в топе если гель-лака много на кисти то необходимо тогда вытирать об салфеточку промежуточно просушиваю почти черным гель-лаком прорисовываю здесь вот в уголочке для большего объема визуального и уголочек таким темным подсушу несколько секунд то же самое повторяю с верхним кусочком красным красно-черным делаем вот смешиваю белый и розовый выбили такие вот фрагментики кусочек растушевываю для большей объемности сушу несколько секунд и черный гель-краска для стемпинга наставляю семена арбузика прорисовав семечки также фиксирую их 10 секунд 5 10 секунд далее рисую как уже показывала брызги сока арбуза смешав топ и оранжевый и красный чтобы был такой прозрачный прозрачный то нежно такого кораллового что ли оттеночка подсушиваю несколько секунд тонкой и линеарной кистью и белой гель-краска для стемпинга делаем такие обводки по ребрышкам на стыке корочки где у нас совмещается корочкой и ставлю вот эти вот блики точечки по семенам по семечкам арбузика подсушив делаем водочку черный гель-краской и не просушенную эту гель-краску как бы так немножечко размазываю растираю пошире кисточкой просушивать дизайн хорошо 30 секунд и затем перекрываю глянцевым топом без липкого слоя немножко таким выравнивающим слоем сушу 30 секунд и прозрачным гелем без липкого слоя густым наставляем вот эти вот капельки на семечки арбузика и на капли сока периодически промежуточную просушиваю наставляю несколько капель и сушу и еще даже на саму мякоть досушиваю 30 секунд и вот такой яркий сочный дизайн готов а я надеюсь это видео вам понравилось было полезным не забывайте ставить лайки и очень рада обратной связи вашим пожеланиям до новых встреч